Меня Валерий Александрович пригласил, я очень был тронут и очень польщен. Это большая честь для меня выступить в таком амплуаз с замечательным оркестром. Идея была такая, мне выступить в роли дирижера, дирижера с полным оркестром, также дирижером оркестра Страдивари, вот этого вновь сформировавшегося, сформированного камерного оркестра, камерного ансамбля. И также с сольным концертом, как в Скрипачу. И вот программа, так сказать, три концерта основаны на этом принципе. Что касается программы оркестровой, вот с амблем Страдивари и с полным оркестром, хотелось коснуться разного репертуара, вот именно разных, разные оркестровые идиомы, показать, поработать и также показать возможности этого замечательного оркестра, играть в разных стилях, переключаться из одного стиля в другой очень быстро. Что, в общем-то, очень трудно, и не каждый оркестр это может. Поэтому вот в концерте ансамбля Страдивари мы начнем с Баха, и тут же переключаемся на Шостаковича. И во втором отделении будет сувенир де Флоранс Чайковского. Так сказать, абсолютно разные стили, разные звуки, разные подходы, разная психология, и также абсолютно разнообразный стиль оркестровой игры. Также и во втором оркестровом концерте начнем с Гайдена, Прощальной симфонии, потом немножко Бетховен, а потом как бы два произведения с абсолютно разными взглядами на смерть. Или как бы, ну, смерть не как нечто ужасное, а как часть жизни, в общем-то, неизбежная. И вот от Мусоргского то Вагнер, Трестан и Зольфа, абсолютно по-разному. Разная трактовка этой темы и разный выход, и философский, и музыкальный. Моя жена тоже, замечательная скрипачка и альтистка, будет участвовать со мной в сольном концерте. И тоже, ну, это как бы, я как бы этим заражен. Хочется попробовать и показать очень разные элементы в музыке, начиная с Шуберт Бетховена, потом Пиацола и, в общем, «Дым». Это, мы сыграем тоже на бис, это вот небольшой сюрприз, но это Джером Керн, американский композитор, такая шлягерная композиция. И Машковский, в общем, по-моему, довольно редко исполняемое произведение для двух скрипок, но очень-очень романтичное. И хочу пожелать всем моим друзьям здесь, в Питере, и вообще в России особенно, их много, пожелать счастливого Нового года, счастливых праздников, удачи и вдохновения, чтобы все мечты сбылись. Не только музыкальные, не только вдохновение, но и крепкого здоровья. Иногда и снегопадов, но немного.